привет прошло уже полтора года с момента введения новых правил а мы до сих пор получаем вопросы по поводу различных нюансов этих правил и самый частый вопрос как же определяется победитель раунда если на табло горит равный счет и так начнем с того что поединок сейчас разбит на те же три раунда что и раньше но каждый раунд это завершенный короткий бой по итогам которого счет обнуляется победителем всего боя является спортсмен который смог выиграть два раунда из трех если это были первый и второй раунд то на 3 спортсмены уже не выходят и тут сразу же важное уточнение в этих новых правилах ничьи в раунде не предусмотрено соответственно счет по раундам либо 20 либо 21 в пользу одного из спортсменов все других вариантов быть не может если конечно это не нокаут травма или какая-либо дисквалификация и тут мы как раз подошли к сути нашего видео раз ничьи быть не может то должны быть критерий по которым определяется победитель в раунде если вдруг счет равный все эти критерии видно на табло но самое главное что в режиме реального времени видно спортсмена который ведет в счете в данный момент цифра с его баллами загорается желтым цветом но также все параметры можно отследить с этим мы сейчас тоже разберемся первое побеждает спортсмен который набрал больше баллов ударами с вращения внимание не тот кто попал больше ударов с вращения не тот кто пробил в голову вращение на 5 баллов а именно тот кто набрал больше баллов этими ударами пример 2 двичаги в корпус перевешивают один там долю в голову хоть там долю сам по себе и более ценный удар еще пример 5 вращений в голову перевесят 6 вращений в корпус потому что в первом случае это 25 баллов с вращения во втором случае только 24 хотя количество результативных ударов во втором случае больше надеюсь здесь понятно на табло все баллы с вращения видно по зеленым точкам обозначающим сложную технику при равенстве баллов с вращения считаются баллы набранные ударами в голову здесь все по аналогии с первым критерием баллы взятые ударами в шлем отображаются вот такими розовыми точками на табло следующий показатель который идет в зачет при прочих равных это баллы взятые ударами в жилет все их тоже видно на табло обозначаются синим цветом если и поэтому показателю не удается выявить победителя то считают баллы взятые ударом рукой которые отображаются желтым цветом например счет может быть 22 у синего два результативных удара рукой у красного балл рукой и балл взятый за счет нарушения соперника синий побеждает может случиться так что и здесь все поровну тогда система сама считает все точные попадания в жилет но которым не хватило силы для того чтобы это был балл количество этих касаний отображено вот тут зеленой цифры в раунде побеждает тот у кого этих касаний больше и в последнюю очередь когда преимущество одного из спортсменов нельзя посчитать количественно и электронная система все-таки выдает ничью победу в раунде отдают по решению судей процедура выглядит вот так два боковых и один центральный рефери показывают в сторону спортсмена который по их мнению был предпочтительней по итогам раунда учитывается агрессивность ведения поединка количество ударов и использование сложной техники соревновательная манера дисциплинированность и общее впечатление оставленное спортсменом были случаи таких решений даже финале чемпионата мира на этом все надеюсь видео оказалось полезным не забудьте поставить лайк написать комментарий и подписаться на наш канал если вы до сих пор этого не сделали всем успехов пока